Ксения Малич в этом году заканчивает гимназию номер один Бреста. И впереди у девушки, кроме экзаменов и вступительной кампании, знаковый день – выпускной. Конечно же, на первом взрослом празднике хочется выглядеть на высоте. Наряд для предстоящего торжества девушка начинала выбирать два месяца назад. Сразу же пришла в магазин за готовой моделью. После был выбор в пользу платья, сшитого на заказ. И тем не менее, все же вернулась за той моделью, которую выбрала первой. В первую очередь на длину платья, чтобы было удобно в нем ходить, потому что будут туфли, и поэтому длинная как бы не вариант для вальши. А цвет, мне кажется, он не подходит, поэтому я его выбирала. Не хотелось черное, не хотелось слишком светлое. И мне кажется, что этот вариант подошел. Можно было бы, конечно, выбрать и платье какое-нибудь вечернее в пол, но поскольку это прощание с детства, можно сказать, то выбираю более такое юное платье. Это платье производства модного дома Папилео. Предприятие начало свою работу более чем два десятилетия назад и уже достаточное время является резидентом Брестского СЭС. Свой путь начинали в далеком 2002 году с первого магазина свадебных платьев в Бресте. Постепенно стали наращивать производство и расширяться за пределы страны в Российскую Федерацию. Милан, Барселона, Варшава. Сейчас свадебные вечерние платья бренда пользуются популярностью у многих красавиц и нашей страны, и ближнего, и дальнего зарубежья. Порядка 70% всех готовых изделий уходили на экспорт в Европу, США, Канаду, Саудовскую Аравию. Мы очень динамично развивались на европейском рынке, и выставки приносили свой очень хороший результат. Но в последний год, вот этот прям критический год для нас сложился, потому что очень осложнилась логистика, сложно стало отправлять товар, и осложнилась проблема с оплатами наших клиентов. К нам стали проблематично приходить деньги. Поэтому на сегодняшний день мы уже поставили курс для себя в большей степени российский рынок, Казахстан, ну то, что сейчас нас в принципе принимает, то, что проходят платежи и так далее. То есть мы понимаем сложившуюся ситуацию, стараемся адаптироваться к ней. Однако восточные рынки ожидают от бренда более низкой ценовой политики, в отличие от западных заказчиков, где закропотливую и качественную ручную работу были готовы заплатить соответствующую цену. Вместе с тем, активный интерес к бренду в арабских странах, в частности в Саудовской Аравии. Их приоритетный заказ – вечерние платья. Пока мы сохраняем отношения с нашим активным партнером из Саудовской Аравии. То есть сейчас он получил очень большую поставку от нас, и следующая отправка тоже готовится ему. Благо, что службы заработали как раз в Саудовской Аравии, уже есть возможность сделать отправки, потому что до этого у нас была проблема еще и с этим. То есть, ну, в принципе, этот рынок, он хорош для нас, он подходит, и мы на нем продолжаем работать. Хотелось бы, конечно, новых партнеров найти, но мы над этим тоже работаем. Вместе с элитарным брендом свадебных и вечерних платьев в модном доме уже порядка 15 лет создают коллекции бренда «Алена Горецкая». Это повседневная одежда для женщин. Кстати, какими будут тренды будущего, на предприятии уже знают. Сейчас в производстве коллекции Нового года и лета 2024-го. Основной рынок сбыта здесь наши соседи – Россия, а также Казахстан. Мы отслеживаем тренды. Есть мировые агентства, которые эти тренды предлагают. То есть каждый дизайнер уже рассматривает, адаптирует под свой бренд. Соответственно, мы работаем так же. Но есть какие-то направления, которые в нашей коллекции из года в год. То есть стиль, свойственный нашей фирме, так сказать, нашему бренду, то, за что любят наши покупатели. Конечно, мы придерживаемся и этому направлению в том числе. Сейчас в модном доме «Папилео» трудится порядка 110 человек. Швейное производство – это не только готовая продукция, которая давно известна за пределами региона, но в том числе и значимый пласт рабочих мест. Поэтому стабильность развития отрасли – это то, что отражается и на экономической безопасности страны. Для того, чтобы услышать голос предприятий, у республики проводятся выездные встречи с представителями Белолекпрома. Такая встреча в Бресте состоялась в начале мая. Среди самых острых вопросов – это импортозамещение тканей и сырья, либо нахождение новых импортеров. Шаги в этом направлении ведутся. Те предприятия, которые традиционно были на рынке, это такие, как наш комбольный комбинат. То есть они с каждым годом все развивают и развивают свою линейку гражданских модных тканей. Мы неоднократно в прошлом году и очень тесно со многими предприятиями, или, скажем, на основании отзывов и посылов и задачи, проблем ряда предприятий Бреста проводили совещание и в концерне на уровне Натальи Ивановны Качановой. Она нас приглашала. И мы, конечно же, понимая, скажем, сам алгоритм действий на комболе стараемся и работаем, скажем, по расширению номенклатуры, цветовой гаммы. Но это только часть мы сможем заместить. Первая продукция наработок суконных тканей предприятия «Комболь» выйдет летом на рынок «Вставка» и на «Оршанский линокомбинат». Что же касается необходимой фурнитуры и кружевного полотна, то в качестве поставщиков стараются привлечь представителей Российской Федерации. Рассматривается вопрос и о новой технике для одной из самых востребованных тканей поливискоза. Мы планируем приобрести дополнительное оборудование для крошения. И в рамках, если все этого, я не надеюсь, я уверена, что все это мы завершим в течение двух лет. И мы планируем, приобретая суровую поливискозную пряжу, все-таки иметь полотна поливискозные, те, которые сегодня наиболее востребованы у всех швейников страны. И через вот эти красильные аппараты, вот эти красильные цепочки у нас будет возможность подкрашивать любой тон, любой цвет по понтону для того, чтобы получить все-таки поливискозную ткань. Выработка общей концепции и возможность импортозамещения по праву может стать хорошей альтернативой для производства ввиду возникновения сложностей, как и диверсификация рынков. Насколько процесс будет успешным, покажет время. Евгения Мороз, Андрей Щерба, Юрий Ремонтович. Специально для итоговой программы.